Дагестанские аграрии одними из первых в стране начали сбор озимых культур в числе лидеров по площади зерновых Карабудахкенский район. Там в этом году фермерам предстоит убрать 13 тысяч гектаров. В сборе урожая участвует почти 50 комбайнов. Детали у Пахрудина Амарова. Уборка зерна в такую жару дело непростое. Для Умар Паши работа на полях в знойное лето пустяк. Он занимается этим на протяжении 6 лет. Делится к работе в экстремальных условиях привык. Жарой-то исправляемся, если поломки не будет. Бывают такие мелочи, ремонт и поломки. Сложные условия агрария не пугают. Мотивирует хорошая зарплата. Как закончить с этим участком, приступит к другим. Помощь комбайнеров сейчас нужна и в других районах. Работы в этом году много. Зимние осадки и весенние обильные дожди дали хороший урожай. Традиционно преобладает озимая пшеница и яровой ячмень. За короткий период надо успеть собрать все. Нам мы должны быть около 2 недели. Думаем, что здесь бугуры, подъемы, не такие поля. Быстрее работы не получаются. Это реализуется именно внутри района или же выводится в другие места? Нет, в основном в районе все это. Они друг друга знают, у кого что не хватает, они звонят, продают, в долг дают, на посев. Не у всех же сразу налажено не бывает. Для быстрой уборки нужно больше техники уборочных. Машину Магомед Саида 4. Для территории площадью 500 гектаров этого недостаточно. Я хочу новый комбайн. Если есть новый комбайн купить, у меня силы не будет. Больше 6 миллионов. Хотел комбайн. Даже с нового года говорил, комбайн купить. Даже в министерстве было. В 17-м году хотел, попробовал, не смог. Аграрии Дагестана первыми в стране приступили к уборке урожая озимых культур. Карабудахкенский район занимает второе место по объемам уборки зерна. В муниципалитете под Озимы отведено 10 тысяч гектаров и 3 тысячи гектаров под яровые культуры. Впереди много работы. Осталось все сделать в сжатые сроки. По Хрудинамару, Марьям Исупова, Руслан Салихов. Время новостей. Продолжение следует...